Здравствуйте! Сегодня 16 июля, четверг. Мы продолжаем обсуждать в подробностях проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Эта программа «Спросим прямо» в студии Елены Власова. Сравнительно недавно, а если быть точнее, год назад в жилищном законодательстве появилось такое явление, как совет многоквартирного дома. Каждая управляющая компания обязана довести до сведения своих жильцов о необходимости ее создания. Однако, или многие жильцы не информированы, или просто не хотят этим заниматься. А зря. По сути дела, собственники не понимают всей важности создания столь важного совещательного органа. Безинициативность самих жильцов порождает множество проблем, которые можно было бы решить, создав совет многоквартирного дома. Что это такое и какие у него функции, расскажет директор ЖИО номер 5, Надежда Гурулева. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, первый вопрос. На всех ли домах, обслуживающих вашим ЖИО, появились вот такие советы многоквартирного дома? Ну, надо сказать, на большинство домах наших эти советы домов появились, и они работают. Вы обслуживаете сколько домов? Мы обслуживаем 45 домов. Из них на 38 домах советы домов созданы. Где-то они работают, где-то чисто на бумаге числятся формально. И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы на всех домах эти советы домов действительно были созданы, работоспособны. Почему же он такой важный совещательный орган? Ну, совет дома. Вот что это такое, да? Это, в общем-то, активная часть населения дома, которая активно принимает участие в управлении общим имуществом дома со стороны собственников. И совет дома представляет собой, значит, сторону собственников, когда обращаются в управляющую организацию, в органы местного самоуправления, в различные государственные структуры, ну, даже и в те же судебные инстанции, да? У каждого дома должен быть совет дома, который будет состоять из скольки человек и кто в него должен входить? У каждого, да, действительно, у каждого дома, это в каждом доме, где квартир более четырех, собственники этих многоквартирных домов обязаны создать советы домов, избрать их. Ну, кроме тех, которые входят в товарищество собственников жилья. Количество членов совета дома определяется на общем собрании дома. Ну, как правило, на общем собрании дома решается один представитель в совет дома от одного подъезда. Ну, бывает и больше. Если в доме четыре подъезда, значит, четыре человека должны быть. И плюс председатель совета дома. Ну, бывает, конечно, и больше, но это все решает общее собрание дома. Я знаю, что в советские годы у нас было такое явление, как домовые комитеты. Это тоже, конечно, подобное, да? Да, это подобное. Раньше были домовые комитеты, были старшие по домам, старшие по подъездам. Это, в принципе, то же самое. И они активное участие принимали в управлении своим домом. А здесь советы домов. Также они, в первую очередь, должны обеспечивать выполнение решения общего собрания дома. Ну, вот, предположим, по тому же, по содержанию общего имущества дома, по текущему ремонту. Дальше, значит, по использованию общего имущества дома. Вот давайте тогда сейчас коснемся вопроса, что входит в обязанности совета дома? В обязанности, ну, я уже сказала, в первую очередь входит это, значит, выполнение тех решений, которые было принято на общем собрании дома. То есть они контролируют. Они, значит, обязательно, вот то, что решение, это собрание общее приняло решение, ну, предположим, приняли решение выполнить, утвердили план текущего ремонта на этот год. А совет дома должен проконтролировать, каким образом этот план текущего ремонта выполняется на конкретном вот их доме. Или, допустим, общее собрание дома решило сдать в аренду подвальное помещение. Совет дома контролирует, какая арендная плата будет, сколько, значит, средств, на какие цели должны быть направлены. Или, допустим, это управляющая организация вызывает председателя совета дома и говорит, вот нужно обсудить проект договора управления в связи с тем, что введены новые изменения в жилищное законодательство. Да, мы, значит, изменили этот договор управления, вот вам нужно обсудить это. Совет дома обсуждает у себя на заседании, какие-то условия принимает, какие-то не принимает. И уже свои выводы выносит, опять же, на общее собрание дома. И общее собрание дома уже утверждает этот договор управления с управляющей организацией. Дальше, следующие обязанности совета дома. Контроль за выполнением услуг управления, содержания и текущего ремонта дома. Также контроль за качеством выполнения вот этих услуг, за качеством коммунальных услуг совместно уже с управляющей организацией. Если эта услуга оказана некачественно или услуга коммунальная оказана некачественно, вместо горячей воды идет холодный, допустим, совместно составляется акт. Подписывают эти, значит, председатель совета дома, член совета дома и, значит, отдается в ресурсоснабжающую организацию на проведение перерасчета. Чтобы зрителям было более понятно, что входит в обязанности совета дома, мы хотим более наглядно показать это на экране. Внимание на экран. Итак, в соответствии с законом, совет дома создан для управления многоквартирным домом и контролем за действием управляющих компаний и подрядных организаций. Если в вашем доме 5 квартир и более, собственники обязаны по закону в течение года создать совет дома. Согласно 161 статье, его члены избираются на общем собрании собственников жилья. В совет дома могут войти только собственники данного многоквартирного дома. Их численность должна составлять не менее двух человек. Итак, в обязанности совета многоквартирного дома входит в первую очередь выбор профессиональной управляющей компании, способной предоставить качественный сервис. Эта работа осуществляется, конечно же, совместно с собственниками жилья. Второе. Согласование договора управления многоквартирным домом. Именно члены совета должны вносить в пункты договора тот перечень работ, которые требуются для их дома. Например, озеленение или уборка подъездов. Третье. Не очень приятная работа и, тем не менее, необходимая. Требования от неплательщиков погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги. Четвертое. Контроль за исполнением предоставляемых услуг. Подписание актов выполненных работ с управляющей компанией или подрядной организацией. Пятое. Совместно с управляющей компанией формировать отчет о выполненных работах. Шестое. Регулировать отношения управляющей компанией с различными проверяющими инстанциями и подрядными организациями. А в случае возникновения претензий, председатель совета дома выносит вопрос на общем собрании собственников. Важной обязанностью членов совета дома является решение спорных вопросов, возникающих между управляющими компаниями и собственниками жилья. Вот, собственно, весь перечень обязанностей, которые возлагаются на членов совета многоквартирным домом. Кстати, собственники жилья вправе передать председателю совета дома дополнительные полномочия по заключению от их имени договора на управление домом. Для этого они оформляют обычную доверенность. В этом случае договор заключается с множественностью лиц и подписывается только с одним председателем совета дома. Одновременно ему же практически целиком передаются образные контроли над его дальнейшим исполнением. Товарищество собственников жилья или ТСЖ – это примерно что-то нечто подобное совета дома или в чем-то разница их? Нет, это, конечно, разные вещи. Товарищество собственников жилья – это все-таки юридическая, общественная организация, которая имеет юридический адрес со своим расчетным счетом, налоговыми отчетами и так далее. А совет многоквартирного дома – это активная часть населения дома, который активно принимает участие в управлении своим многоквартирным домом. То есть она не является юридическим лицом? Может ли тогда председатель совета заключать договоры с управляющей компанией и контролировать качество услуг? Не является юридическим лицом? Да, может. Если собственники этого дома выдали доверенность этому председателю на заключение договора управления, председатель совета дома вполне может, взяв доверенность от собственников, заключить один за весь дом. То есть к людям, которые войдут в совет дома, не предъявляются никакие квалификационные требования? Нет. Я так понимаю, совет – это всего лишь совещательный орган, который может просто стоять на защите прав жителей этого дома. Поэтому его и нужно создавать. И все-таки в целом задача совета – это борьба с управляющими компаниями или это все же сотрудничество с управляющими компаниями? Если они контролируют качество услуг предоставляемых, значит, все-таки они как-то… Нет. Это все в первую очередь, это, конечно, сотрудничество. Для нас, как управляющих организаций, там, где советы домов работают и работают активно, для нас, наоборот, легче проводить там эту работу. Ну, я даже могу на примере вот это рассказать, да, вот как вначале мы пытались создать на одном доме этот совет дома, но тогда как бы конкретного такого термина не было. Мы говорили, давайте выберем старшего по дому, старших по подъезду. Отчитывались перед жильцами за свою работу. Негатив был очень большой. Мы только начали работать как управляющие организации. Тогда уже, конечно, считалась ЖКХ территория всероссийского обмана. Значит, говорит, бумага все стерпит, вы можете километрами написать, и это заменен на труп. Предвидев вот такую реакцию, мы сразу на собрании обычно брали ключи от подвалов. Говорим, хорошо, давайте пойдемте в подвал, вот сразу же тут на собрании выберите инициативную группу, которая с нами пройдется, проверим состояние подвалов. Подвалы ваши все бегут, все залито канализацией, что мы будем смотреть, это ваша обязанность и в таком духе. Но сейчас же на этом же доме реакция совершенно другая. Совет дома активно работает и работает в тесном контакте с управляющей организацией. Может ли быть создан совет дома на несколько домов? Нет, согласно жилищного кодекса, совет дома должен быть создан конкретно на одном доме. Понятно. А вот как советы домов помогают в озеленении, обустройстве придомовых территорий и вот текущем ремонте? Как вот с этим ведется работа? Ну, конечно, одна из многих задач, которая стоит перед каждой управляющей организацией, это озеленение, благоустройство придомовых территорий. Нужно в весенний период срезать сухие деревья, сухие ветви. Кто этим должен заниматься? Произвести подрезку деревьев, кустарников. Конечно, это управляющая организация должна на придомовой территории этим заниматься. Но также посадить цветы, вот этот огромный, и самое главное, уход за ними. И вот этот огромный пласт вот этих работ, конечно, без помощи общественности невозможно это сделать. Что должна сделать общественность для того, чтобы управляющие компании взяли и посадили возле дома деревья, зелень, цветы и так далее? Что должна сделать общественность? Вынести на общее собрание это? Да, нет. Вот у нас, как обычно делается, да, Совет общественности дает весной заявочку и говорит конкретно, вот сколько, значит, деревьев нам дополнительно. Мастер выходит на место, смотрит, в каком месте это посадить, обсудив это с членами Совета дома, да, где клумбу это, значит, поставить, цветочки посадить. Я знаю, что на придомовых территориях, которые обслуживаете вы, активно идет высадка саженцев, деревьев, цветочков. Вот чья это заслуга? Это вот ваша заслуга или все-таки жильцов активных, которые вы так хвалите? Ну, я считаю, это совместная работа. Очень много работают в этом плане и работники ЖИУ, и также это и заслуга, и активистов наших. Давайте посмотрим, как ухаживают перед этими зелеными насаждениями жильцы домов. Внимание на экран. Управляющая компания ЖИУ-5 обслуживает 47 домов. В летнее время хочется, чтобы у подъезда цвели цветы и сады. В условиях нашего региона с резким перепадом температур крайне тяжело осуществить озеленение. К тому же район элеватора, который обслуживает ведомство, сам по себе тяжелый из-за каменистого грунта. Поэтому и внимание требует больше. Необходимо привозить плодородную землю и обильно поливать, чтобы зелень радовала глаз жителей. Здесь нам просто неоценима помощь наших жителей. И таковые находятся, и нам это отрадно, что они производят собственными силами посадку, озеленение. Мы им только в этом помогаем. А инициативу они держат в своих руках. В этом нам помогают советы домов, члены совета домов, ну и просто жители. Они выходят на субботники, на поливку ежедневную они организовали. В каждом дворе находятся такие неравнодушные инициативные жители. Рассаду некоторые привозят со своих дач, выращивают зимой на подоконниках, чтобы летом высадить у подъезда. Большие кустарники закупает управляющая компания. Главное здесь – осуществлять должный уход. Жители дома по улице Пушкина, 19, в этом году присоединились к работе. Посмотрели на такие дворы по соседству и тоже захотелось развести сады. Очень приятно, конечно, работать так. Ну и жители стали по-другому отношениям ко всему благоустройству дома. Вот в этом году, значит, запланировали в прошлом году посадки скверика разбить. Пришли, все совместно сделали. Ну и поддерживаем порядок в дворе. Людям приятно. Выходит все, в общем, так, никаких претензий нет к управляющей компании. О дворе по улице Революции 1905 года раньше отзывались негативно. На этом месте не так давно стоял киоск, где торговали алкоголем. По ночам тут раздавались крики «Были девоши». Теперь вместо злачного магазина красуется Лебединое озеро. Сделано оно из старых шин своими руками. Плотники соорудили, жители дома раскрасили. Теперь в этот двор не боятся идти мамы с малышами. С удовольствием гуляют и любуются обстановкой. А старый сухой сад обновили, рассказывает Георгий Парамонович. Ну, конечно, мы, как жильцы, помогаем выращивать вот этот садик. Садик вообще здесь не было сухой все. Сейчас, посмотрите, разрастает. Все время поливаем его, ухаживаем, смотрим. Ну, дети играют, а это нам радостнее, чем какие-то негативы слушать. Управляющая компания обрезала старые деревья и посадила в более двух десятках новых молодых кустарников. В работе участвовали и жители дома, и управленцы. Так, совместными усилиями привели еще один двор в порядок. Поливым занимаются пожилые люди. Как говорят они сами, душа просит. Управляющая компания вывела кран на улицу, чтобы за водой было не так далеко ходить. Поставили счетчик, и по деньгам выходит совсем немного, и двор стал гордостью жителей. Зеленением дворов должны заниматься не только, допустим, управляющие компании, но и сами жильцы. Чтобы не быть сторонними наблюдателями, а, ну, как быть хозяевами в своем дворе и доме. Не ждать, что там кто-то что-то когда-то для вас сделает. Действительно, красота дома зависит от самих жителей и от их желания. Можно просто проходить мимо скверов и вздыхать с сожалением, что у вас такого нет. А можно взять и сделать, как жители района элеватор. Управляющая компания поможет, чем сможет. Землю привезет, деревья и шланги для полива. Именно во дворе начинают расти дети, и они с раннего детства привыкают к окружающей обстановке. Только кто-то растет среди сломанных скамеек и засохших кустов, а другие гуляют около цветочных клумб. Кристина Гордеева, Сергей Петров. Специально для «Спросим прямо». Ну и теперь самый главный вопрос. Что нужно для того, чтобы создать совет дома? Ну, самое главное, чтобы создать совет дома, в общем-то, собственники, во-первых, должны быть обязательно проинформированы. Это задача управляющая компания о том, довести до сведения, что в жилищном кодексе отдельной статьей прописано, что на каждом доме должны быть созданы советы домов. И они должны быть созданы не на бумаге, а они должны действительно работать. И когда работать будет совет дома, в том плане, о котором я это вначале сказала, действительно от этого выигрывают только сами жители этого дома. Ну, смотрите, жильцы проинформированы, теперь они хотят создать совет дома. Как им это сделать? Что нужно в первую очередь? В первую очередь, это созвать собрание на доме и на собрание уже решить, какое количество будет в совете дома, кто будет председателем совета дома. Это на собрание все решается. Члены совета дома и поставить первоочередные задачи по компетенции совета дома, чем должны они в первую очередь заняться, чем дальше. Как сотрудничать с управляющей организацией? Ну, вот выбрали. Выбрали. Потом что они? Выбрали. Это совет дома. Наметили это мероприятие. Какие они задачи, цели, задачи поставили. Ну, и я считаю, что должны это... Где-то фиксироваться должно? Обязательно. Это фиксироваться должно протоколом общего собрания дома. Этот протокол они должны принести в управляющую организацию, что вот теперь вот этот Иванов Иван Иванович является председателем совета дома. И все вопросы, касающиеся управления общего имущества дома, должны, значит, проводиться, согласовываться с данным человеком и с советом дома. Как доверительное лицо. Да, да, да. А могут ли от него скрываться какие-то тайны управляющих компаний от этого доверительного? Да нет, абсолютно нет. То есть все работы, сколько это стоит и так далее, все это должно быть открыто, прозрачно? Конечно. Главный документ по созданию совета дома – это протокол общего собрания дома. Все. И мы уже как бы фиксируем у себя, что вот этот человек является председателем совета дома на этом доме. И если какие-то работы, значит, планируем, мы обязательно должны согласовывать с председателем совета дома и вообще с советом дома. На какой срок избирается совет дома? Совет дома избирается на два года, если отдельный срок не проговаривается на общем собрании дома. Через два года снова переизбирается. Но что будет, если не выбрать совет? Ну, от этого только страдать в первую очередь будут сами собственники. Но вообще, я так понимаю, если это включен уже личный кодекс, значит, собственники обязаны выбрать совет дома. И если этот совет дома они не выбрали, значит, выберут за них. Так я понимаю? Нет, за них не будет. Здесь-то вот каким образом. Если собственники не выбрали совет дома, то в трехмесячный срок органы местного самоуправления должны созвать собрание и все равно из собственников выбрать совет дома. И в конечном итоге я все равно хотела бы сказать, когда активно работает совет дома и это тесно сотрудничает с управляющей компанией, от этого только более комфортно проживать самим собственникам в этом доме. Ну, собственно, и все. Я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях была Надежда Горулева, директор ЖИО номер 5 по городу Улан-Удэ. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам в студию. Я хочу напомнить зрителям о том, что вы хозяева своего дома, а значит, все только в ваших руках. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok